Сегодня мы узнаем 10 правил стиля и этикета, которые надо перестать соблюдать. Первым делом перестаньте открывать женщинам двери. Что устарело на самом деле, так это только открывать двери для женщин. Мои мысли на этот счет, так надо быть джентльменом для всех. Женщин, мужчин, детей. Все, кому может понадобиться помощь. В комментариях кто-то писал, что он не открывает женщинам двери. Он писал, а что если это феминистка и она начнет возникать и обвинять меня? Серьезно, господа, какова вероятность, что это произойдет? И даже если это случится, вы открываете двери для всех. Так в чем может быть проблема? Вы помогаете всем, кому ваша помощь потребуется. И это то, к чему я веду, друзья. Настоящий джентльмен стремится быть полезным для всех, кому он может потребоваться и помочь. Что насчет старой школы, когда мужчина должен оплатить счет на первом свидании? Я не буду трогать это правило, потому что 9 из 10 женщин по-прежнему ожидает, что мужчина заплатит на первом свидании. На мой взгляд, если вы намерены выйти на второе свидание, то стоит пойти на компромисс. Далее у нас идет этикет, в котором мужчина должен подождать, пока женщина протянет ему свою руку для приветствия. Если взять книги по этикету, написанные 50-60 лет назад, то вы найдете в них это правило. По мне так, оно очень устарелое. В современной западной культуре, неважно ты мужчина или женщина, когда ты встречаешь человека, которого еще не встречал, то первым тебе надо представиться. И самый простой способ поприветствовать кого-либо, это пожать руку. Так что вперед, протягивайте руку первым, вы так показываете свои навыки лидерства. Что же у нас с правилом, в котором мужчина должен быть по левую сторону от женщины во время прогулки? Стоит ли соблюдать это правило? Только если вы ходите с мечом. Потому что если вы будете доставать меч и женщина находится между вами и мечом, то вы можете ее ранить, это не то, чего бы вам хотелось. Но так как в большинстве случаев вы будете без меча, вы можете свободно гулять и слева, и справа от женщины. Ну а если это королева, тогда просто идите позади. Что насчет правила никаких локтей на столе? Ну, в общем, это правило можно больше не соблюдать. Но это относится к тем временам, когда столы имели складные части. И когда их раскладывали, они не могли удержать большой вес. Поэтому, когда кто-то ставил локти, то весь стол мог провалиться и вся посуда разбиться. Поэтому у этого правила была функциональная основа. Так что не бойтесь, можете ставить локти на стол, и если кто-то начнет делать вам замечания, вы можете с легкостью преподать ему урок истории, и то, что это больше не актуально. Как насчет правила заправлять рубашку? Это напрямую зависит от типа рубашки. Костюмные рубашки, они сделаны так, чтобы их заправляли, так как они более длинные. Ну а что насчет casual рубашек? Они произошли от классических рубашек, но с небольшими изменениями в дизайне. Карманы, пуговицы, эпалеты. И, конечно, нижняя часть рубашки была изменена. Она стала короче. Ключевое понимание, когда это правило можно игнорировать, это знать исключения. Я рекомендую мужчинам заправлять рубашки, но есть такие рубашки, которые специально сделаны, чтобы носить их на выпуск. Футболки Пола и рубашки. Так что, когда я говорю, что рубашки надо заправлять, помните, что существуют исключения. Далее у нас идет никакого коричневого в городе и белого после работы. Спокойно можно кинуть в игнор эти правила. Как они вообще появились? Потому что это был способ разделить новых богачей от старых богачей. У старых богачей был свой свод правил, к которому они следовали. Так они могли различить в толпе своих. И даже если у людей были деньги, и они появлялись на вечеринках, они все равно не входили в этот круг. В общем, многое из этого осталось в прошлом. Да, конечно, в некоторых сообществах еще можно заметить существование этих правил, но для большинства из нас это все можно игнорировать. Следующее правило, которое можно выкинуть через окно – это ходить на собеседование в костюме. Но проблема в том, что костюм не всегда подходит для любого собеседования. Вам следует узнать, какой дресс-код у этой компании, и тогда одеваться на один уровень выше или соответствующе. Но если вы собираетесь устроиться на работу из разряда ручного труда, не надо заявляться в костюме. Или если вы хотите попасть в компанию с очень casual стилем, то появление в костюме покажет, что вы не подготовились. Так что вперед, поговорите с отделом кадров, постарайтесь узнать, какой дресс-код и одевайтесь соответствующе. С этим правилом тесно связано следующее – необходимо надевать галстук, когда вы надеваете пиджак. Если вы смотрите мои видео, то заметили, что я нарушаю это правило постоянно. Мне больше нравится casual образ. Вы замечали, что я всегда ношу карманный платок? И, на мой взгляд, это очень важная часть. Потому что если вы используете платок, при этом не надеваете галстук, вы этим самым показываете, что вы серьезно относитесь к деталям. Конечно, я рекомендую мужчинам надевать галстук, если это помогает создать целостный образ. Особенно, когда он соответствует вороту. Узкие воротнички специально сделаны, чтобы их надевать с галстуком. Вот на это стоит больше обращать внимание. На то, какой у рубашки ворот и как она выглядит с галстуком или без него. Задача галстука сделать целостный образ. И есть рубашки, которые выглядят отвратительно, если их надеть без галстука. Далее идет правило снимать шляпу, когда вы в помещении. Когда это правило появилось, то большинство мужчин носили шляпы и повсюду были вешалки. И когда вы заходили в помещение, там было специальное место, куда вы могли положить шляпу и не волноваться за ее сохранность. А сейчас что? Когда вы заходите куда-то в бар или ресторан, то куда вы можете поставить вашу шляпу? Разве что на стол и она будет мешать всем. На нее можно пролить соус. Я оглядываюсь и нет никаких вешалок. Так что я спокойно ношу шляпу на голове и понимаю, что с ней все будет в порядке и она никому не будет мешать. Вы очень часто можете слышать то, как некоторые люди говорят, какие цвета не следует совмещать. Вот в чем суть. Это обобщенные инструкции. Они сделаны для новичков, чтобы те не выглядели нелепо. Но вы спокойно можете использовать эти комбинации. Синий и черный, на мой взгляд, отлично сочетаются. Черный и коричневый, я постоянно вижу эту комбинацию в обуви. Подошва черная, а верхняя часть немного коричневая. Если у вас есть сомнения насчет цвета, хорошо, попробуйте походить в этом по дому. Спросите мнение, сделайте фото и загрузите его в мою группу на Фейсбуке. Суть в том, чтобы выработать уверенность. И когда вы уверены в том, что вы делаете, в комбинации цветов, то смело выходите за порог дома и наслаждайтесь своим видом. Следующее правило, которое можно забыть, это необходимость совмещать металлы и кожу. Я, конечно, понимаю, почему эти правила существуют, когда вы только начинаете. И чтобы не запутаться, вы используете эти правила, чтобы не накосячить и не испортить свой образ. Но скажем, у вас черные туфли, и вы не хотите надевать черный ремень. Вы хотите добавить яркости в образ. Например, уже лето, и у вас светлая обувь, и вы решаете надеть светлый ремень. Цвета кожи вообще даже близко не стоят. Вы можете так делать, только если вы понимаете, что делаете. Когда дело касается металлов, скажем, обручальное кольцо серебряное, а часы из другого металла. Скажем, вы хотите микс из золота. Я понимаю, что я нарушаю это правило и собираюсь надеть эти аксессуары. Я сделаю это с уверенностью. Вы согласны или нет? Дайте мне знать внизу в комментариях под видео. Что посмотреть дальше? Как насчет этого? 10 вещей, которые разрушают мужчин. Смотрите это видео, ссылка будет в описании.